Украинцев, потому что свет, и негодяй должны уйти. Если это где-то поется, считаешь, что их врагами является украинцем, пусть так тому и будет. Поэтому я обращаюсь ко всем тем, кто сейчас сидит дома. Это абсолютно мирная акция. Большинство из нас уедет на восток, потому что у нас там 4 рюкзута, которые нужно держать. В Луганске, в Донецкой области. Потому что за 20 дней не прошло более 16 тысяч вагонов в одну и в другую сторону. Некупленная амуниция, нет доплат боевикам. И меньше гораздо смертей у наших пацанов. Поэтому сейчас ветераны здесь пытаются поставить вторую палатку. Они не бьют стекла, они не кидают гранаты. Они хотят напомнить тому лицу, который называется президентом Украины, что их люди, это те, которые живут здесь, которые отправляют своих детей на войну, которые платят налоги. И они не хотят платить по этим тарифам РТДАМ-Плюс. Не хотят платить за электроэнергию, стоимость которой входит уголь за купленные с оккупированных территорий. Потому что все это в итоге идет на боевиков. Это финансирование терроризма. У нас достаточно адренных электростанций. У нас достаточно Волынского, Львовского, Угля с Донецкой области, где наши подконтрольные территории. Нужно всего лишь желание. Не набивать в тесах метров карманы, а работать ради страны. И если ради этого людей, которые пришли, просто выразить свое желание, чтобы власть работала в тесах державы, а не в тесах кармана, будут разгонять, но, хлопцы, вам дальше жить с вашей совестью. Ради Бога. Значит, пожалуйста, люди, кто это заведет, подъезжайте сюда. Ветераны пытаются всего лишь привезти своего палатку. Будут рассказывать о том, что они работают на Путина. Но давайте посмотрим, кто работает на Путина. Работают на Путина те, кто хотят, чтобы страна за три года так и не вышла от зависимости от России. Хотят те, кто не посадил ни одного коррупционера. Хотят те, кто не посадил ни одного сепаратиста, ни одного полковника полиции, который в 14-м сдавал славянский термотор. А наоборот, начинают запихивать еще сильнее наших хлопцев добровольцев по тюрьму. И я разницы не вижу, либо в пыльном боевом, либо в нашим тюрьме. У нас в стране закон должен быть по-на-дусе. Права людей по-на-дусе. А не только полиция и Насгвардия должна прислуживать тем, кто хочет сохранить свои доходы. Вспомните Порошенко, когда он рассказывал сказки по телевизору о том, что мы не обойдемся без посадок с Россией. У него дрожали руки, дрожали губы. Потому что вся страна увидела масштабы этого, не знаю, я не знаю, как это называть, мородежка на крови. И все, кто здесь, они хотят просто быть гражданами своей страны. Я надеюсь, что и полиция, которую называют новой полицией, я надеюсь, что здесь мало тех, кто раньше был Берпутом, хотят тоже служить не своим боссом за деньги, а хотят служить народу. Не знаю, может я зря это говорю, и как в 2014-2013 году никто это не услышит. И придется через совсем другие потрясения доказывать право украинцев быть гражданами и хозяевами в своей стране. Но я очень надеюсь, что те, кто сейчас тут стоит, из Насгвардии и полиции, тоже помнят своих боевых попротивов. Возможно, тоже кто-то их хоронил. Ваши товарищи на передовой из полиции, Насгвардии и армии поддерживают флота ветеранов. Если бы они их не поддерживали, им бы его разогнали. Я надеюсь, что не мои слова это идут на вашем совете, а вставать технику и мы, которые в войне на таре не будут ломать, и мы будем ломать, и мы будем ломать. Субтитры делал DimaTorzok